что касается гора указывает плутар большой знаток гипетских мистерий египетских учений то его обычно называют еще мин прямо называет слово мин египетское слово что значит зримый видимый по-гречески ибо космос чувственен и зрим это говорит хиронейский мудрец в своем трактате об эсидии осирисе 56 параграф сам не зная египетского языка плутар совершенно правильно переводит слово мин нам уже с вами встречалось естественно много говорили об имени омон незримый а отрицательная частица имену а мин естественно это то же самое без отрицательного а и это зримый видимый то есть мы видим такую вот диаду омон мин с четвертого тысячелетия до рождества христова герзейской эпохи встречается так называемая идеограмма мина значок которым изображается мин и смысл которого я не решаюсь объяснить но тем не менее он совершенно ясен мы его хорошо знаем в текстах пирамид мин употребляется восемь раз семь виде этой диаграммы и один раз он записан фенетически иероглифами с детерминативом бог редко но уже с первой династии мы встречаем имена связанные с категории мина мерет мину возлюбленная мина неанх мину обладатель жизни мин хэм мину слуга мина в заупокойном комплексе хеопса есть постройка которая именуется мер мин ухуфу любит мин хуфу хеопса мин это одно из таких очень важных имен божественных имен в египте с мином связаны пышные праздники вот вам ритуалы которые мы говорим причем эти пышные праздники уже известны с самого начала династического периода с раннего царства французский ученый гатье посвятил этому специальное исследование для фе ду диамин геродот который задолго до плутарха побывал в еще при последних египетских династиях уже в тот период когда египет освободился от персов и до того как он был персом завоеван снова геродот говорит что мин это самый древний бог самый древний бог и связывает его с греческим богом паном греческий бог пан для большинства из нас благодаря и античной и уже сансной живописи это такое веселое козлоногое существо кто любит пить вино там увлекается всеми минадами женщинами в общем ничего возвышенного казалось бы в нем нет пожалуй единственное что осталось нас от иного совсем не веселого и разгульного в образе пана и что вошло в нашу культуру и что вы все сейчас же вспомните это конечно выражение панический ужас то есть это ужас который иррациональный который пан может навести на любое человеческое и шире того на любое живое сообщество потому что ему подвластные животные и вот этот образ он как раз панического ужаса он и намекает на то что античность знала и другую природу пана действительно если вы посмотрите 19 гомеров гимн посвященный пану то вы увидите что да там пан именно такой как мы его привыкли видеть но если мы посмотрим на другой образ на образ пана который присутствует в одиннадцатом орфическом гимне то мы поймем что пан это что-то намного более сложное и не случайно говорит геродот а геродот в отличие плутарх это конечно мистические там одаренный человек там знающий но геродот это человек умеющий благоговеть перед святыни еще как и даже не говорить плутарх это уже эллинистический грек который любит все рассказывать эпоха эллинизма это эпоха когда как говорится все тайное становится явным как в наших с вами лекциях эпоха геродота эта эпоха когда еще мистерии не открываются когда в них хранят полное молчание и геродот несколько раз говорит я знаю но я говорить не буду и мы понимаем что вот это сравнение она видимо восходит конечно к чему-то что дало отталкивание от этого 11 арфического гимна не забудем что орфики это люди принадлежавшие к мистериям арфические мистерии это в общем-то несколько такая я бы сказал более оккультуренная форма дионисийских мистерий об этом конечно когда будем говорить о греции я буду говорить подробно но безусловно это более глубокое и более тайное знание чем тот веселый бог пан который мы видим там на каких-нибудь картинах рубенса и так далее итак 11 арфический гимн пана пастушьего мощного кличу он все в этом мире обыгрывается имя пан и пан как да как мы говорим как слово всеобщность да ну знаю пан германизм все немцы пан словизм это же все это греческое слово пан паном пастушьего мощного кличу он все в этом мире небо и море бессмертный огонь и земля все царица все это пан ибо все это пановы части и члены все породители раститель всего многославнейший демон миродержавец пан плодоносный светящий пещерный пещерном смысле таинственный тяжко гневливый ты истинный зевс венчанной рогами это ведь ты равнину земли незыблемой сделал ты оттеснил неустанного моря тяжелую влагу землю вращая в волнах океана кружением вечным воздух питающий ты что жить позволяет живому и невесомого пламени ты краса и основа с легкостью все несовместное сходится волей твоею промысел твой коль захочешь природу всего переменит смертный ли род человечий или мир беспредельно широкий видите что это некая колоссальная сила это практически творец мира практически творец само слово творец грек не употребляет но если он может переменить природу всего значит он фактически творец мира такое огромное значение оказывает за этим смешным козлоногим существом огромная огромная тайна и при этом о пане говорили что он сын гермеса от смертной женщины часто называли супруга одиссея пенелопу как его мать это с одной стороны то есть он вполне историческое лицо да родившиеся в эпоху в эпоху троянской войны да а с другой стороны иногда называли ту или иную нимфу то есть это вполне вот во времени рожденное существо а с другой стороны его называли сыном крона и рей то есть одним из третьего поколения богов наравне зевсом братом зевса или называли уж в крайнем случае молочным братом зевса титаном который был вскормлен козой амалфеи вместе с маленьким зевсом когда его рей укрывала от крона который хотел его пожрать то есть это один из древнейших богов это бог современный зевсу а можете более ранний рассказывают что пан родился на олимпе среди богов олимпийских с бородой это вызвало смех богов но с другой стороны образ младенца старца это ведь универсальный образ вечности не случайно вспомните лауза тоже называли ребенком старцем или старым младенцем все его образы это не образы пастушьего бога что у него копыта на задних ногах что у него рога это же все еще палеолитические символы небесного бога творца опять же если мы вот вспомним пещеру тура фрер близ ментески авантес да верхнюю палеолитической живопись и вспомним изображение в нем вот этого как он сейчас называет великого колдуна или бога охотников то это очень похоже на пана очень похоже на пана то это очень древний образ и кстати говоря также как у этого у этого изображения в ментески авантес у пана изображается вот этот его половой член вот в таком состоянии готовым к соитию и тефалическое да таком состоянии что обозначает способность к реации вот он творец он породитель тут вот эти два образа пана сходятся пан как веселый разгульный бог который нам сходится с минадами и великий творец потому что у него огромная преизбыточествующая творческая сила он творит он творит и то что для египтян вот это понимаете самый древний бог это бог творец кто створил все и всех богов поэтому не по ошибке геродот назвал пана самым древним богом он благочестивый грек который побоялся бы там оскорбить зевса он называет его сам древним богом и посмотрите в этом орфическом гимне он называется истинным зевсом тяжко гневливый ты истинный зевс венчанной рогами так что и греческой религии все не так просто но то что гор и мин это одно божественное лицо но в двух проявлениях в двух природах это ясным говорят и древнейшие египетские тексты вот например текст из пирамиды царицы нейт параграфа девятнадцать сорок восемь он нейт воздвигни себя как мин взойди на небо обрети жизнь с небожителями с ними да вырастут крылья твои да оперятся оперится глава твоя и руки твои озари небо и изливай сияние на них то есть на небожителей как бог да прибудешь ты владыкой небо подобно гору инобытия гору дуата и так царица вот это все покройся перьями вырастут крылья конечно это образ гора это образ гора это образ сокола вот ты стань гором и прибудь подобно гору инобытия и изливай сияние на тех кто пребывает в божественном мире следовательно воздвигни себя как мин очень важная фраза запомним ее воздвижение себя как мин результат этого воздвижения это превращение во владыку небо подобно гору инобытия да в другом месте говорится параграф девятнадцать девяносто два две девятерицы кланяясь подходит к тебе о пепине феркара даешь ты повеление солнечному народу как мин прибывающий в доме своем как гор и сет не освободиться от бремени несения тебя а бремени несения тебя чуть позже но то что мин и гор это одно но мин прибывающий в доме своем замечу сразу что дом это мир дом это мир это вот этот мир в которой сотворен он им сотворен так же как дом ока да и дом мина позднейшие тексты говорят примерно то же самое повелевает мин вместе с отцом своим ассирисом в стеле среднего царства это лувр c30 мин именуется сыном ассириса рожденным божественной исидой то есть огромное количество таких вот образов в семнадцатом речении книги мертвых об этом же говорится уже абсолютно ясно что до мина а там помните там эти задаются вопросы ответа семнадцатом речении как бы человек если все знает то он побеждает смерть что до мина то он есть гор защитник своего отца и так мин и гор зримый и вышний это одно но почему же два имени это тоже не случайно в празднике мина царь увенчивается двойной короной мина то есть верхней и нижней страны а корона горы и мина она очень похожа и при этом разглашается гор сын исида и осириса получил великий венец верхней и нижней страны царь такой-то получил венец верхней и нижней страны и после этого царь именуется мин мин гор нахт мин гор могучий если перевести эти имена сделать их как бы сущностными то вы получаете явленный вышний могучий вот что такое мин гор нахт это если угодно центр центр титулатуры царя генри фрэнкфорд говорит что мин безусловно является формой гора эти слова английского египтолога прекрасного английского египтолога его книга kingship and the gods мы можем понять если мы вспомним категорию формы у аристотеля форма это первично то что делает материю определенной делает материю вещью потому что без формы материи без формы на по определению соответственно мин это форма гора это то что формирует гора формирует город говорит фрэнкфорд что он имеет в виду он имеет в виду следующее хотя он как вы помните тот кто замысливает сердце птаха и тот кто спасает своего отца но здесь очень важно именно категория замысливание гор это замысливатель бытия амин это он же но в бытии это он же в этом мире поэтому он видимый он видимый его можно воспринимать потому что это бытие видимо в египте имена амон и мин не только противопоставлялись но очень часто соединялись чтобы никакого сомнения не было что это не два разных бога а два проявления одного и того же мин амон это одно из самых частых наименований бога творца мин амон как амон он инобутийный незримый невидимый как мин он воплощенный видимый поэтому в отношении гора и амона говорится твое воплощение мин владыка поколений в этом разглашается в молитве амону в храме рамзеса 3 в карнаке твое воплощение то есть амона мин владыка поколений само по себе слово владыка поколений для нас тоже важно то есть он владыка уже во времени поколение естественно это временная категория это то что и следует одно за другим он и владыка материально вот этого созданного мира и владыка времени в котором этот мир и существует это очень похоже на то что говорится апостолом павлом о боге в первой главе послания к римлянам невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы видимы невидимая видимо амон мин когда мы читаем эти слова послание апостола мы не понимаем часто всей глубины этих слов оказывается этот мир это некое видимое ипостазирование проявление невидимого бога мы рассматриваем эти творения мы видим их творца мы понимаем их совершенство но мы также конечно никогда не должны забывать что этот мир разрушен он потерял это совершенство и в этом наша задача задача восстановить и восстановить совершенство мира которая нарушена часто как и атом мин изображается вот в этом действие мастурбации когда он одной рукой поднимает держит плеть как бы делает повелевающий приказ творению а другой сам извергает из своего члена семя которым творится мир это в том же музее а шмолейн в оксфорде есть несколько древнейших статуи мина именно вот в этой форме в гимне среднего царства мин горнахт да мин гор могучий говорит я сам себя оплодотворил для вас я истор к вас некси из себя опять важнейшая вещь то есть это мир рождается не каким-то браком так же как и я уже рассказывал раньше но мин это иная форма которая нас сразу же вводит в категорию ассирического предания мир оказывается творится тем кто потом оживляет ассириса это одно и то же одно и то же египтянин отлично знал что гор оживляющий ассириса и рожденный в болотах дельты болота хэмиса и гор сотворивший мир в виде мина гора нахта и гор замысливший мир как сердце птаха это одно и то же существо и это и есть вот это божественная божественная суть интересно что праздник мина ежегодный праздник мина один из важнейших если не важнейший в египте он именовался праздником ступени хэтью праздник ступени это было именно праздник восхождение помните слово восхождение обещал его объяснить это праздник восхождение почему конечно это первохолм вообще воздвигали такой ступенчатый пьедестал и на него по ступеням поднимали статую мина и ставили ее несли из храма и воздвигали на этот постамент конечно верная интерпретация что этот пьедестал это первохолм это первохолм которого начинается творение миру но здесь скорее важен другой смысл важен смысл восстановления единства с небом потому что этот праздник это праздник восстановления гармонии мира разрушаемой сетом разрушаемой нашим злом и ложью поэтому воздвижение этой статуи это как бы новое творение мира в его совершенстве и полноте и кстати говоря в этом скорее всего смысл любого пьедестала когда статую ставят на пьедестал это знак того что она вознесена над миром что она уже находится вне этого мира поэтому ставят статуи достойных людей которые уже достигли ну некоторого божественного бытия поэтому пьедестал это знак этого теперь посмотрите вокруг себя увидите статую сразу спросите достойна она пьедестала или она недостойна такого пьедестала вместе с со статуей Мина вот именно той которую вы можете увидеть и только видимо более скромных размеров потому что такую не унесешь которую вы можете увидеть вот в Ашмалеин музеум несли целый ряд очень важных атрибутов несли салат латук несли коробы специальные коробы с листьями салата латук салат латук мы с ним уже с вами сталкивались да в суде в тяжбе горы и сета это был тот салат который единственный ест сет и который как вы помните семенем горы был опрыскан и благодаря этому сет съел семя гор оно вышло над ним этим золотым семенем в Египте до сих пор поверьте салат латук магически используется египтянами когда они хотят укрепить свою мужскую силу то есть это все остается до сего дня действительно салат латук если его так вот ломать то там выделяется такая млечная жидкость которую может быть при большом воображении можно соединить с семенной жидкостью но главное конечно этот образ гора мина как подателя семени и жизни то есть этот салат это образ и победы над сетом и образ жизнетворения ведь гор мин выбрасывает семя которым творится мир то есть это образ животворения мин это произрастание мин называли египтяне открывателем облаков тем кто творит произрастание дает жизнь травам в берлинском папирусе 3049 про мины говорится неутомимы он плодотворная влага производящая растения и злаки произрастают исходя из его тела то есть такие вот образы скорее образы осириса но тут они обращены к мину и понятно почему потому что осирис то важен не в лице погибшего умершего осирис из него тогда ничего не произрастает а в образе осириса ожившего ожившего глазом гора и в этом смысле оживший осирис то есть гор пребывающий в осирисе и мин это понятно же одно и то же кроме салата латука во время этого празднования вели живой образ мина живой образ это был белый бык увенчанный короной мина омона это опять же очень древний образ христианские апологеты первых веков потратили очень много сил издеваясь всячески над поклонением животным в древнем Египте но им это простительно потому что они не знали доисторических религий которые теперь вы знаете и они не знали что в глубочайшей древности когда еще люди не умели рисовать ваять уж тем более писать само живое существо было и образом бога живой иконой бога вы помните что в среднем палеолите это был медведь а в верхнем палеолите это был и мамонт и зубы ну и тот же медведь оставался и в этой живой иконе было не только как бы расписывание в своей неумелости что мы не можем нарисовать нет было намного больше дело в том что в любом изображении пока его не осветят жизни нет это просто доска и краски или статуя а вот в быке или медведи жизнь есть он жив сам по себе в этом смысле он в каком-то смысле лучший образ бога чем изображение пока я так думал древний человек и египет который не мог помните в египте люди утратили способность забывать мы там можем найти очень много доисторических форм ритуала в них вот этот почитание животных как живых икон бога пришедшие из глубочайшей доистории из палеолита оно вполне сохранялось поэтому это кстати указывает на древность вот этих обрядов связанных с мином белый бык это пришедшие вот прямо из верхнего палеолита образ понятно бык потому что бык это тот то дает семя тот это мужское существо которое оплодотворяет и дает жизнь исиду нут именовали дикой коровой а мина быком или даже диким быком туром опять же рефлексии дикого дикое лучше домашнего потому что в палеолите домашних животных не было были только дикие и они естественно приносились в жертву они олицетворяли божественные интересно что и храм мина из которого выносили статуи он был совершенно небольшой сахнет это был круглый храм который не был совершенно не египетский по своим формам он напоминает круглые постройки раннего даже до керамического неолита когда дома воспроизводили формы хижин палеолитических потому что круглая постройка была проще ее было проще возводить в эпоху палеолита когда это был шатер когда его перемещали естественно опорные столбы натянутые шкуры там какая-то натянутая поверхность вот поэтому первые постройки были круглыми вообще древнейшие круглые постройки это же вообще страшно сказать это ранний палеолит это лдувай это вообще полтора миллиона лет назад ужас от них остались только круглые камни которыми укреплялись видимо эти шкуры которые были основой вот этих хижин так вот на огромную глубину уходит этот образ круглого храма Мина кстати интересно что вот те из вас то успели побывать в Риме те помнят что на берегу Тибры есть храм Весты на так называемой бычьей площади тоже понимаете образ бычьей площади характерный вот этот храм Весты древнейший храм это Веста хранительница огня да он тоже круглый в совершенно полное несоответствие с классическим греко-римским типом прямоугольного или квадратного храма то есть вот эта круглость это один из признаков древности такие вот круглые храмы надо сказать сохраняются в Черной Африке в том же Судане буквально вплоть почти все с настоящего времени они разумеется там поклоняются не минут это какие-то хижины в которых там поклоняются духом но форма осталась старинная иногда даже высказывают мнение что этот храм Мина это форма скорее не хижины африканской а мегалитического круглого типа Нью-Грэнджа с Кургана не знаю может быть в любом случае перед вот этой хижиной перед храмом Мина перед хижинами суданскими стоят столпы эти столпы и аут они очень напоминают иуновские столпы столпы храма в иуну то есть это столб с рогами или с черепом быка с рогами на вершине Мина так и называют хенти и аутев тот-то впереди столпов или жезлов своих эти столпы жезлы но это больше чем обычный человеческий жезл столб стоящий перед храмом но их несли несколько человек несли такие вот высокие столпы с рогами после статуи Мина после статуи Мина и после этого белого быка опять же мы видим что этот жезл жезл иуну и этот шест Мина это почти одно и то же это конечно знаки творения это вертикальный столб то есть то что соединяет небо и землю и рога как символ божественности кроме всех этих атрибутов в празднике вот это который именовался кстати праздник явления не только праздник ступеней хэтиу но и праздник явления перет праздник явления бога бог являет себя как являет не просто он вышел из храма выход бога из храма и восхождение на ступени это творение мира бог являет себя в творении мира творение мира это явление и восстанавливает мир разрушенный в этим восхождением на ступени кроме того в этом празднике участвует обязательно царь и царица то есть те кого мы называем фараон и его супруга царь золотым серпом срезает колосья со священного поля и дает их белому быку это знак тоже очень важный что семя этого мира это вот то что создано Мином Омоном возвращается ему оно не отдается ни северным ни южным ни западным ни восточным оно возвращается ему и царь это тот как гор да кто возвращает ему этот мир а царица у нее есть особый титул в этом священное действие ее называют шамаид это непереводимое египетское слово но суть его в том что та кто семь раз повторяет специальный стих перед тем как царь срежет колосья вот перед тем как царь срежет колосья и даст их быку царица семь раз рецитирует определенный текст во время рецитации царица совершает кружение пехер вокруг царя она кружится вокруг царя обвивает его царица выполняет роль вот этой великой матери мут все божественные супруги это мут и раид жена и сэхмет супруга сила да это все мут божественная мать та которая порождает ее им изображают дикой коровы или львицы а здесь она в виде царицы так же как мут вьется вокруг ра сияющей змеей и рождает его ра в виде хонсу так же действует и царица смотрите мут рождает ра в виде хонсу хонсу это находящийся во время ну буквально проходящий то есть тот кто находится во времени хонсу это тот же ра тот же гор тот же бог но находящийся во времени находящийся в этом мире вот это кружение вокруг мина или вокруг ра что в общем одно и то же существо есть образ очень странный образ зачатия бога от самого бога то есть тот самый кто родиться он тот же самый кто и зачал это одно и то же существо и белый бык в этом обряде именуется отцом царя мином комутефа сутью царя и царскими предками то есть этот белый бык он отец царя а слово комутеф к мут эф эф значит это притяжательный знак притяжательности к это бык телец мут мать телец своей матери то есть тот понимаете вдумайтесь все эти слова то есть тот кто зачинает сам себя у своей матери совершенно невероятная казалось бы формула но эта формула для того дается чтобы показать одну очень простую вещь тот кто родился в сотворенном им мире дабы восстановить мир это тот же самый кто сотворил мир ра гор ахте творит мир мин амон комутеф рождается в этом мире и это одно и то же существо он именуется незримым быком своей матери незримый омон бык своей матери ликующий во чреве коровы муж зачатый своим собственным членом вот так вот определяется этот удивительный образ во время празднества ступеней жрец обращается к белому быку со словами привет тебе мин оплодотворивший мать свою как таинственно то что ты с нею соделал во мраке это обыгрывается многократно это и очень интересно обыгрывается в храме дэр-эль-бахри в храме заупокойном царице хатшипсут 1490-1468 годы дождества христова ее именуют дочка мутефа от любви его потому что к царице яхмес к ее матери когда вошел царь тутмас ее отец когда произошло зачатие хатшипсут то в него вселился амон ра поэтому хатшипсут это дочка мутефа понимаете вот этот образ во время праздника ступеней это классический образ камутеф телец своей матери хотя образ камутефа появляется среднего царства само понятие появляется среднего царства и первое упоминание нам известно это храм Санусерта первого в Карнаке но сам образ без этого термина который безусловно богословски проработанный я бы сказал выдуманный но термин то выдуманный а сущность была известна давно в параграфе 388 ц текстов пирамид говорится тот значит об уносе об умершем уносе ты тот с кем соединяется его мать великая дикая корова понимаете да то есть мы видим что от птаха до гора это это единый бог единое существо это то что и творит мир и пребывает вне его и восстанавливает мир особенно здесь интересно шестисотая станция лейденского папируса первого лейденского папируса здесь правда говорится не о мини аммоне а уже как тоже часто бывает с религиозными текстами более позднего времени одни пытаются все открыть но это уже полная деградация вот сейчас наша лекция полная деградация мы все раскрываем срывание всех всяческих масок но примежуточный период между вот тайной и вот таким вот все на продажу это состояние когда ну конечно я шучу это состояние когда некие имена и сущности заменяются образными синонимами чтобы знающий то знал а не знающий не понял и вот в этом шестотой станции лейденского папируса миномон заменяется на имя нил нил всем понятно что такое нил нил река которая течет которая кормит египет египет это дар нила нил это жизнь и под этим образом нила который дает жизнь и для египтян он был еще тем важен что понимаете они не знали откуда нил течет надо сказать что египтяне в этом смысле не были так глупы потому что и до середины 19 века европейцы не знали откуда нил течет открытие истоков нила это вообще одно из великих географических открытий но для египтян как всегда это незнание имело огромный положительный смысл это был образ из инобытия из незнаемого бытия течет вода жизни которой все оплодотворяется которая всему дает жизнь которая все создает поэтому нил в этом смысле очень удобный образ творения из небытия бытия и вот теперь мы послушаем шестисотую станцию познание в его сердце слово познание очень важно повеление в устах его когда входит он в две пещеры что под стопами его нил начинает струиться из под сандалии его душа его шум сердце его тефнут он гор небосклона пребывающий в небесах день правое око его ночь левое око его он тот единственный кто ведет имеется ввиду твари да создание кто ведет всеми путями буквально хочется вспомнить Шатапатха Брахмана да Брахмана тысячи путей тело его бездна небытия нуна и истекает из него нил дающий рождение и жизнь всему сущему тот самый образ теплота его дыхание в ноздрях каждых то есть идея духа который есть жизнь жена его плодородное поле он благотворяет ее ибо семья его древо плодовитое а истечение тела его зерна пшеницы обращены к нему лица всех людей богов он есть познание собственно говоря мне лично этот образ очень напоминает 90 гимн 10 мандалы ригведы но там это маха пуруша а здесь вот этот великий творец создающий все своим семенем то есть это продолжение его мир это продолжение его и это кажется какой-то пантеизм это совершенно не похоже на христианство но подождем не будем спешить посмотрим что пишет один из глубокомысленнейших христиан Максим Исповедник в комментарии в схоле на одну из глав Дионисия и Апагита о божественных именах это глава 5-6 схоле 22 поскольку бог является творцом всего то все находится в его несущем еще мышлении он сам является первообразом всего этого и мыслит об этом не заимствуя образы у других будучи сам образцом сущего так что не он не находится в некоем месте несущая в нем как бы в некоем месте он содержит его так как имеет самого себя пребывая в нем причем все пребывает совокупно и содержится в нем нераздельно и в нераздельности нераздельно разделяется понимаете момент творения и так мыслями его является сущее и сущее представляет собой образы мысли же его следует понимать так образы мысли же его следует понимать так стоит ему помыслить что-нибудь как это и появляется или существует такого рода мышлению должно бы предшествовать нечто мыслимое как у нас то есть мы когда думаем о стакане с водой у нас есть перед глазами стакан с водой что имеет в виду Максим такого рода мышлению должно бы предшествовать нечто мыслимое чтобы это помыслив это сделать но он мысли о сущем мыслит о самом себе потому что другого-то нет и соприкасается с сущим в нем ведь само его мышление является рождением сущего ибо сущее в нем это и есть образ и это и есть эйдос а он целиком будучи умом весь есть познание ну как правда же это удивительно похоже и на эту шестисотую станцию которая так и кончается словами он есть познание и удивительно близко это удивительно близко конечно же индийской традиции где как вы помните в беседе Йжновалки с Майтрей Йжновалки объясняет ей да это брахман что брахман весь состоит из познания виджина познания ну вот на санскрите это виджина а по-египетски это сия познание по-египетски сия сия это и познание и творение богом мира из самого себя вот что именно пытается и сказать максим исповедник ну только нелегко это сказать понимаете а египтяне не пытались это сказать не пытались это показать показать в священной действии когда это пытается объяснить для широкого круга первых христиан апостол Павел он говорит он говорит что вот это божественное эпистемия божественное познание оно приводит к обожению оно приводит к тому что человек познавая то как он был познан богом он познает бога и соответственно достигает обожжения поэтому апостол Павел говорит в первом послании к коринфянам 13-12 тогда познаю то есть тогда при спасении подобно как я познан опять эти же слова только по-гречески эпистемия да познаю так как я познан и вот для нас сохранилось описание какого-то праздника который очень напоминает конечно праздник ступени или какой-то может быть другой праздник с этим связанным о котором мы больше ничего не знаем сохранилось у Геродота Геродот который далеко не все говорит считает важным здесь это сказать это Геродот история естественно вторая книга египетская книга 42 параграф жители египетских фиф в единственный день в году на празднике Зевса а Зевс это ОМОН это традиционно Зевс ОМОН это вообще обычное отождествление на празднике Зевса закалывают одного барана и сняв руно надевают шкуру надевают его на статую Зевса как это сделал некогда сам бог затем они приносят к ней другую статую Геракла Геракла это может быть Мин, Хонсу кто угодно после этого все жители храмовой округи оплакивают барана и потом погребают священные гробницы то есть мы здесь во-первых видим вот это опять же живую икону в данном случае это баран а у ОМОНа баран это любимое такое вот его часто изображают с головой барана с рогами барана любимое его животное вот а смысл очень интересный что ОМОНа незримого да одевают в шкуру то есть делают зримым делают зримым при этом они приносят к нему статую другую вот Геракл как вы помните Геракл он полубог получеловек это человек достигший обожжения он будучи человеком через свои подвиги достиг обожжения вошел на Олимп поэтому для грека это образ человека который смог победить в себе человеческое и достичь бессмертия и вот этот именно образ непонятно с каким богом это связано в Египте для для Геродота это важно что его приносят и потом барана погребают потому что он умер но он пришел к ОМОНу он воскрес вот какой то вот такой очень важный священный образ здесь работает в одном из текстов ковчегов текстов саркофагов есть удивительные слова этот текст мы не раз будем с вами вспоминать использовать поблагодарим некого Беба из Дендеры который в начале первого переходного периода повелел написать этот текст на своем внутреннем саркофаге это речение саркофагов 312 начало первого переходного периода то есть это где то 2200 2250 год до Рождества Христова почти единственный текст который нам открывает что в Египте были некие великие таинства некие великие таинства которые с этим были связаны они были связаны с рождением Бога в этот мир в этот мир рождением гора как мина в этот мир Исиды вот послушайте этот текст я прихожу ныне из обители двоицы львов помните двоицы львов это руки это шуи да я восхожу от нее к обители Исиды то есть к ее чреву к ее сути к потаенным тайнодействиям ведут меня к ее сокрытым тайнам ибо даст она мне узреть рождение великого Бога то есть Исида открывает ему тайну рождения великого Бога по-египетски в как ее сына гора того кто сотворил мир и кто стал явленным поэтому она даст этому Бебу узреть узреть а иначе как оно он ничего не увидит он увидит потому что он стал явленным он вошел в этот мир то есть вот все что сейчас рассказано оно имеет одну цель один смысл объяснить что для египтян важно было не многобожие вот это тысячи имен а важно было то что один Бог и создал и пребывает в инобытии и создал мир и воссоздает его и это Вышне это Гор это Мин Амон Камутев это Мин Гор Нахт это все одно и то же и поэтому он и создатель в каком-то смысле Исиды в этом смысле он ее отец да и одновременно он ее сын он ее сын от нее рожденный он сам зачал себя от своей матери нам кажется это абсолютно что-то не христианское очень дикое а вот теперь послушаем дорогие друзья я думаю крупнейшего православного русского богослова это Владимира Николаевича Лосского в его догматическом богословии он пишет если и можно говорить о женихе пресвятой девы причем только в смысле метафорическом то у нее не может быть иного жениха кроме сына в этом бессеменном зачатии само слово логос есть семя вот так круг замкнулся и и Субтитры создавал DimaTorzok